Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я захотел приготовить карпика лещика, запеченного в духовке. У меня два вот таких чудесных леща. Я их уже почистил. И сейчас я покажу, как я готовлю лещей, чтобы они были без косточек. Это очень просто. Я думаю, вы посмотрите и вам тоже понравится. Рецепт легкий, быстрый. Поехали! У рыбы я отрежу голову. Вот сразу за плавничком. И потрошить я рыбку буду не через животик, а через спинку, чтобы вот так ее красиво раскрыть. Делаю разрез вдоль позвоночника. Чтобы как можно больше мяса осталось на коже и была только голая косточка позвоночника. Прижимаю нож именно к самому хребту и вот так провожу до хвостика. Хвостик мне тоже не нужен, но я его отрежу чуть попозже. И с этой стороны точно так. Хвостик отрезаем. Вот такое красивое филе леща получилось. И теперь я рассказываю, почему я так долго делал через спинку, снимал косточки и потрошил, а не через животик. Потому что в животе сейчас самый большой жир рыбка на зиму его накопила. Если его разрежу, этот жирок просто вытащит на противень и мы его потеряем. А когда я режу рыбку через спину, то вот здесь в складочке весь рыбий жир сохранится и он пропитает все мяско рыбы и все это будет очень вкусное. А позвоночник из рыбки я достал для того, чтобы она быстрее и равномернее приготовилась. Лещ, особенно не слишком большого размера, имеет достаточное количество костей. Многие люди делают вот такие разрезы, чтобы косточки уменьшились. Но из-за того, что лещ готовится быстро, то эти косточки все равно не протушатся. И они будут просто мелкими и еще больше нанесут вреда. Поэтому я никогда не режу рыбу вот здесь вдоль, чтобы эти косточки не разрезались. Они очень крупные и будут легко доставаться. Обе филешки у меня уже готовы. Теперь я приступаю к подготовке начинки. Из хребтов и голов я приготовлю совсем чуть-чуть свежей ухи. Для начинки, запеченного в духовке леща, я буду использовать черный перец горошком и кориандр. Немного молотого кориандра. Щепотка соли. И немного лимонного сока. Замечательный аромат. Чтобы эти ароматы еще больше раскрылись, я добавлю сюда чуть-чуть растительного масла. Растительное масло вытягивает все ароматы. Они раскрываются и отдаются полностью тому блюду, которое мы готовим. Чтобы рыбка приобрела более утонченный вкус, я буду ее выкладывать на подушку из колечек репчатого лука. Лучок пропитается соком рыбы. Размягчится. И все будет очень вкусно и ароматно. Чтобы добавить всему блюду пикантности, я еще порежу морковку небольшими тонкими полукольцами. Она тоже очень быстро приготовится и даст аромат готовому блюду. А также будет прекрасным дополнением в виде гарнира для запеченного леща. Духовочку я уже разогрел до максимальной температуры. Это обычная бытовая духовка. И теперь ставлю леща запекаться минут на 40, может быть до часа. В зависимости от того, как все это будет быстро происходить. Запеченный лещ в духовке уже приготовился. На прекрасной подушке из овощей жирок хорошенечко вытопился с него. Он очень аппетитно выглядит. И я теперь с удовольствием хочу его попробовать. Это будет хорошо видно? Да. На ореховых перепонках. Ореховые перепонки это вот такая штука. Вот теперь с удовольствием полью рыбку соком лимона. Аромат. Очень нежный аромат белой рыбы. Подчеркивается тонким ароматом петрушечки. Рыбка обалденная, нежная, именно запеченная, не паренная. Друзья, рыбка получилась очень-очень вкусная. Мне очень сильно понравилась. Готовится легко, быстро, просто. Если вам понравилось мое видео, ставьте, как всегда, вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место. Спасибо.